всем привет хочу немножечко рассказать про дорогу в сторону сочи 1 адлер вот мы ездили в двадцать втором году это мая значит ездили в адлера именно там чуть подальше адлера прямо самая это граница с абхазией в общем такой там адлерский считается там район около сириус от называется значит веселый псов веселый псов вот я сейчас тут карту вот увеличу вот даже тут значит ну скажем так на яндекс с карте вот такой вот значит райончик веселый псов почему так называется потому что отчасти вот это что речка псов она значится рядом протекает и то есть за речкой это уже скажем так абхазия вот где-то это расстояние от орла где-то полторы тысячи значит километров я уже сделал тут маршрут то есть мы собственно говоря вот так же ехали это вот зелененьким это как раз наш маршрут если я сейчас еще увеличу совсем чтобы блин то правительство выбрал от орловской области это напись на общем вот такой вот маршрут я что хотел то есть этим видео значит какие-то какие-то рассказать нюансы про значит дорогу всю эту ну может быть кто-то если будет собираться ехать на юга вот та информация может быть какая-то будет им интересно особенно в силу того что в европу никуда уже нашему то есть народа особо так вот легко то есть не улететь очень многие сейчас именно выбирают то есть поездки на машине на наши черноморские там курорты с крымом теперь уже не совсем все так легко и просто вот и соответственно все все едут в основном это краснодарский край от азовского то есть моря от ейска и значит на черное море от анапы до адлера в общем это все побережье вот эту черноморского черного моря но мы ездили в том году мы уже были в этом месте куда мы ездили 2 для хуже были то есть до этого один раз да то не получается да мы прямой тоже хозяйки жили один раз и второй раз мы заранее я с ней же то есть он связался она отдала квартиру нам это в аренду соседнюю прям в этом же что там бурят прям то есть ночь в этом же доме и сказала она мы то есть на майские там праздники с 1 по значит 9 то есть мы уже в первого мы уже заселялись выехали мы в 30 до сколько там это определить не помню вот и значит она сказала что у нее уже потом весь там сезон то есть летние уже все все расписано то есть ну ну настолько как то не было очень много сам желающих это двадцать втором году ну из-за событий вот этих вот свого в общем все решили ехать то есть на нашу но курорт видимо вот она вас погода это в мае то есть повезло было холодно в общем ладно а дороге в общем от орла до значит м4 это где-то вот на что платник м4 получается вот дорога вот 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 да да если нет нет даже на получается вот еще поближе уже мы ехали через елецкую тобизну в общем и то есть да вот это м4 где около ельца она у нас дорога дорожка области все хорошие но скажем так узкая ну как бы то есть лучше не разгоняться то есть не гонять потому что сплошные везде это в населенных пунктах значит камеры стоят то есть и но у нас вообще но скажем так она в россии так что если то есть на дорога это хорошая то значит где-то стоят камеры и самоштрафуют ну скажем так и это купают в общем я это так я это но так понимаю блин а я я кстати говоря тут но яндекс карты как всегда мне что-то выдал то есть не том потому что я ехал вот по вот 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 этой вот вот здесь я то есть ехал она меня почему-то через заливишь но так что вот опять же это самое смотрите за яндекс картами чтобы они просто правильный маршрут значит выдавали потому что вот там видите я то есть не сразу то и заметил что он мне это предложил то здорово вообще через заливишь верховый от хомутово это вообще там то есть дорога такая очень хреново то есть не сравниться с вот дорога то есть который идет через тоновый колодец это сама змеевка покровская значит ливенская то без на я черного казаки и то есть значит на елецкую вот объездную то есть дорога этого сервис к области на хорошие и сделали относительно недавно но узкая и есть камера то есть так что в принципе особо не то есть не разгонишься особенно то есть ночью то есть когда освещение отсутствует но это практически всегда за свечением то есть каких-то участков это в основном значит в населенных пунктах что касается когда мы въезжаем в липецкую область но где или собственно говоря вот и находится вот тут вот яндекс карты она чем эта карта на плохая она не отображает это границы как-то регионов и кстати говоря она еще и нет и не там и не отображает еще границы от самых стран это у нее такая то есть новая фишка уж тут не знаю с чем это связано но ты догадываешься так что вот на яндекс карты вы не познаете в какую область это уехали это очень сложно сделать опознать если вы в этой в тех местах где-то но скажем так она впервые находитесь например на вот 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 наверное вот тут но это ладно это неважно когда вы это подъезжаете уже когда вы выезжаете в значит липецкую область то уже дороже на схоже но дело в том что когда вы уже подъезжаете к лицу кстати вот уже то есть яндекс показывает что пробка где-то тут скажем так около лица то то есть чем ближе штатком 4 то часто очень часто будут то есть такое что знаки 40 эти знаки 40 они то есть не имеют то есть под собой какого-то значим основания за исключением значит именно что вот той фишки именно идеи то что чтобы люди то есть не ездили по значит там дублеру м4 то есть чтобы они ездили то есть ну скажем так нам 4 или а то есть так как это это дорога то платная то соответственно то есть надо с вас чтобы вы отдавали деньги и зачем вы будете то есть могут менять значит платник м4 на это значит бесплатную какую там дорогу соответственно то случилось всех но загнать на м4 но это хорошо что м4 правда вот она со трассой и тут наверное как уже основательно смодернизировали то есть она вот практически вот я едем что мы тут ездим в основном от ельца это дороги до там югов она практически ну вся хорошая то есть кому-то река не нету но за исключением конечно каких-то то с моментов отдельных мы когда ездили в мае был еще ремонт это производился то есть ремонт м4 от самой над ростовской области до скажем так ростова прям это самого то есть ростовская область она где-то начинается где вот по гучару такой вот значит населенный пункт и до ростова и мы стояли прям в пробках ночью очень очень долго это вот нам вот не повезло но когда обратно ехали уже такого не было и хотя то есть ремонт этот участок они делали прям сразу весь целиком я тоже не понимаю под сам зачем делать прям сразу участок то есть большой и на всем этом участке как бы часто что 1 полоса всего лишь и люди конечно же из-за этого скапливаются пробки особенно если будет еще и вода в общем когда мы ездили уже из крыма это в августе уже вроде бы всю дорогу эту долу тут богучар уже принципе сделали так в общем сейчас тут 10 минут закончилась я щас пока поставлю на паузу и потом продолжим в общем Субтитры сделал DimaTorzok Новый ладоларгус. С местами для поцелуев. Субтитры сделал DimaTorzok Нового года. В общем, она 7-местная, но мы два последних места вытащили с тем, чтобы сделать багажник. То есть побольше. Да, там багажник, конечно, большой стал. И вот, что касается, значит, поездки. Поездки. Вот на Яндекс.Карты, когда я с телефона, значит, использовал, то есть карту, то я заметил, что Яндекс.Карты вырубаются, когда я еду от Воронежа до Краснодара где-то примерно. То есть ее просто, ну, скажем так, вырубается и все. Я это связываю со своего, которое, то есть на Украине, потому что именно это место, от Воронежа до Краснодара, до Ростова, это особенно, это очень близко к, скажем так, Украине. Вот, то есть карты, то есть Яндекс.Карты, то есть на этом участке, то что-то, скажем, ну вот у меня отрубались. Вот, то есть можно пользоваться какими-то, то есть другими картами, значит, там Google или еще что-то, но мне как-то всегда удобнее, то есть Яндекс, я уже к ним как-то привык, поэтому вот обидно было. Учитывая, что Яндекс.Карты, это очень хорошо показывают там ограничения скорости, где, в общем, и сразу, то есть пищат, ну, то есть, ну, вот такой нюанс, хотя, то есть некоторые, с кем-то я вот переписывался, это в Телеграме, вот они, ну, как бы оно кого-то, то есть они говорят, то есть не вырубается. Вот, то есть не знаю, с чем это связано. С чем это связано, не знаю, так что имейте в виду. Так, что касается, значит, там дальнейшей дороги, а, ну, что хочу сказать, кстати, еще дороги, то что на дорогах, эта дорога, в общем-то, тяжелая все равно, потому что даже если ехать чуть ближе к какой-нибудь там Геленджик, то все равно это требует, в общем-то, напряжения, поэтому желательно отсыпаться, отдыхать, чисто перед поездкой. И если кому нужно, то заранее, значит, продумайте, где вы можете отдохнуть. То есть некоторые, то есть там делают, что делают заранее, то есть на вид, в тех, значит, населенных пунктах, где они будут там приезжать, допустим, ну, вот Богучар, там Миллеров, не знаю, или что-то еще, они там сразу же снимают какое-то жилье, ну, вот на ночь, там, то есть на сутки или как-то так. Мы, сколько мы не ездим, а ездим мы на машине еще, то есть на Калини ездили, и на Ларгосе уже сколько уже, то есть мы никогда этим, ну, скажем так, не занимались. Мы, потому что для нас вообще сложно это понять, как мы сможем это выехать, то есть во сколько, потому что мы часто, ну, собираемся, скажем так, в одно время, выезжаем позже, соответственно, это предугадать, где ночевать. Да и вообще нам жалко денег, в общем, лично, что касается меня, то мне жалко денег, на какие-то вот эти остановки, ты плюс еще, как бы еще время жалко. Так что хочется уже поскорее всегда, то есть доехать, особенно, ну, что касается сложности, особенно сложно, да, когда, то есть ехать ночью, особенно если еще ночью, еще идет дождь. Особенно если это, то есть, ну, вот не МЧТ и там трасса, а где-то вот какая-то такая узкая, типа, ну, наша, скажем так, Орловская. Это да, это тяжеловато. Так что я что-то делаю, то есть когда устаю сильно, я останавливаюсь на полчасика, мне этого, в принципе, хватает. А, значит, пассажиры спят просто на своих сиденьях в этой машине. Так, дальше, что я хотел сказать. Ну, на трассе, хотя есть, в принципе, значит, там, но регулярно, систематически, такие, прям, вот, домики, то есть мини-гостиницы, особенно, это около Воржовни же, в этом где-то секторе, также, там, уже ближе к самому, то есть, Ростову уже, вот там, ну, есть, есть, в общем, это бывает, в общем, всякие такие, даже, типа, частного, частные, то есть, домики, то есть, небольшие такие, прям, ну, я думаю, что цены на, то есть, на трассе, на все, на все такое жилье, немаленькое, в общем, вот, так что жалко, мне просто жалко денег, ну, а так как она, пассажиры, то есть, не огорчаются, то есть, не нервничают по этому поводу, то мне-то, чем быстрее ты заехал, тем лучше. Ну, плюс у меня еще опыт, ну, как бы, она работа в такси, наверное, сказывается, я, в принципе, так, дорогу, как бы, как бы, то есть, еду относительно, ну, как бы, это встаю не так, чтобы сильно, и учитывая, что русская, то есть, машина, а у кого еще и иномарки, я думаю, там, наверное, то есть, езда, она более, то есть, комфортная, получается. Вот, что я хотел дальше еще рассказать про дорогу, а, желательно, это Ростов, когда, когда, уже, значит, там, ну, вот, подъезжать к городу Ростов, то есть, на Дону, который, то желательно его, так, проезжать, когда не в часы пик, то есть, особенно, то есть, не в утренние, то есть, не вечерние. Вот тут, кстати, уже на Яндекс, то есть, карта какая-то показывается, вот, затор какой-то, но это еще потому, что это зима, пока еще, нет, сегодня уже, то есть, весна уже, но все равно это еще не сезон. Так, вот, там, как бы, узкий участок, ну, скажем так, на въезде в Ростов, то скапливаются часто, значит, пробки, ну, и желательно его, так, в принципе, так, проезжать, или вообще днем, или же, даже лучше, то есть, ночью, уже после, там, 10 вечера, вот, потому что, там, пробки через, значит, Ростов часто проходят фуры всякие разные, вообще, вот, то, что в самом, на самом, вот, объездной, на самой, это объездной, то есть, Ростова, ее, кстати, уже сделали, расширили, и вот тут, на выезде с Ростова, уже стало, в принципе, так, более-менее, ну, комфортно, вот, а именно, вот, на въезде, да, так что, смотрите, там, я же, я это самосоветую туда, въезжать, в какое-то время, не в часы пик, потом, дальше, значит, Краснодар, Краснодар, бывают, там, пробки на объездной, потому что, она, как бы, это объездная, она проходит, по части, то есть, ну, города, пробки бывают до выезда с Краснодара, до, 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 Адыгейского, вот, тут, вот, как бы, да, это где-то до этого, то есть, участка, вот, и потом, он, горячий ключ, с горячего, там, ключа уже, то есть, начинаются горы, сам себе, это серпантинчик, но это прочее, ну, для нас уже, этот серпантин, уже не серпантин, а так, уже спокойно, то есть, такая дорога, до Джубхи, вот, уже, Джубхи, это уже, то есть, море, вот, если ехать, в Геленджик, там, или куда-то туда, то, то есть, дорога спокойно, лёгко, и, то есть, не, ну, там, особо даже серпантин, по-моему, не сильно, вообще, уже, а если ехать, вот, как мы, вот, значит, ездили в сторону, ну, Адлер, Сочи, то, за, значит, у Апсе, за от Апсе, и до Адлера, до Сочи, то есть, там, серпантины усиливаются, становится совсем неприятно, а ещё, бывают пробки, вот, уже, карта, уже, даже, вот, то есть, там, ради не весна, а уже, вот, эти, вот, красные участки, это жёсткие пробки, жёлтые, это, вроде, как, что-то там двигается, так, что, вот, этот, это, сам участок, от Джубхи, вдоль моря, до Сочи, это крайне, то есть, неприятный участок, как, с точки зрения серпантинов, особенно, где, вот, Дагомыс, там, вообще, что-то такое уже, уже, слишком жёсткое, так, и, с точки зрения, значит, пробок, желательно, конечно, в Джубхи остановиться, отдохнуть, там, в общем, значит, посмотреть на море, есть стояночка, и прочее, и потом, с новыми силами, с новыми силами, двигаться в Сочи, если кто едет, там, в Сочи, или так, как мы, наш Вадлер, и ещё, что, значит, вот, я вижу тут пробки, и ещё, что, а, ну, и прям, как бы, на пробке, я скажу, вот, мы, когда в Сочи, значит, приезжали, то есть, на машине, и ещё пробка, да, ещё идёт дальше, потому, что, вот, тут аэропорт Сочи, он находится, уже, вот, перед, скажем-то, Кадлером, и, из, значит, там, аэропорта, или в аэропорт, всегда идёт такой жёсткий трафик, и, то есть, движение очень, вот, сейчас я вижу, вот, начало весны, а уже, тут, вот, красная, прямо, вот, перед аэропортом Сочи, то есть, ну, где аэропорт Сочи, вот, всегда, блин, мы, пробки, и только лишь за рекой, какая-то, вот, река Мзым-то, ну, любимый, там, Танкина, значит, там, река, уже, уже становится, когда уже, да, в Сириус, когда уже, уже въезжаешь, ну, это, где, значит, были эти олимпийские игры зимние 2014 года, то, тут уже, всё нормально, тут уже всё спокойно, здесь большие, значит, в развязке, вот, это, значит, развязочка большая, и, вот, в общем, уже движение становится полегче, то есть, мы из-за этого, даже, когда туда, значит, приезжаем, в этот, ну, тыселый Псово, я, то есть, из-за этого, то есть, на машине, то есть, не хочу, никогда не хотел, ну, переезжать эту, вот, речку Мзым-то в сторону Сочи, потому что там всегда какие-то пробки, сейчас, пока, паузу сделаю, так, теперь, значит, дальше, что я хотел сказать, мы, получается, снимали квартиру, вот, в ЖК, который состоит из трёх домов, ЖК, 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 а, я что-то уже забыл, а, вот, летняя саморезиденция, вот, вот, тут даже написано, это такие три дома, высотные и огороженные, в принципе, забором, но на территории этого ЖК, то есть, машину, вот, мы там были два раза, то есть, ну, ставить машину было, то есть, негде, и наша, то есть, хозяйка даже сразу, то есть, он говорил, то есть, лучше даже, ну, не пытаться ставить, то есть, там машину, а, там есть там охрана, охрана есть, вот, заезд вот тут где-то, вот, вот, кстати, в Слагбаум, тут же охрана, вот, так что, ну, это было, то есть, не проблема ставить машину, мы, в этот раз, мы ставили, то есть, машину около, вот, на вот этой дороге, в общем, эта дорога, как она называется, тут, непонятно, то есть, немножечко, ну, эту, этот урожайная такая большая дорога, мы ставили, то есть, ну, машину, а жили тут, и, как бы, чтобы за окна я ее видел, и я машину из окна видел, вот, что она стояла на этой дороге, а тогда, когда мы жили, то есть, до этого, когда мы ездили, это в 20, в 21 году, да, получается, когда мы ездили туда же с тещей, то мы жили, это у нас были окна, то есть, на другую сторону, я ставил машину около школы, где-то, где-то, где-то вот тут, в общем, так, что сказать, жили на сам последнем этаже, господи, забыл, это какой там сам последний этаж, там 12, что ли, вот, на территории ЖК есть спортивные какие-то поля, там, есть вот, для тенниса, вот это, по-моему, зелененькие, есть детские всякие, то есть, горочки, не особо такие вот масштабные детские, по-моему, это развлекательные, но кое-что для детей есть, есть даже для детей штучка такая, когда, ну, кататься, то есть, на самокатах, на досках, да, мы один брали, мы это брали самокаты, кстати говоря, свои, вот, когда, не помню, не то, это в мае 22-го года, не то, когда в 21-м году ездили, это брали даже с собой два детских самоката, настолько у нас там, это багажник в Аларгусе, такой, в общем, вместительный, что все брали, я даже когда-то брал, там, сковородки даже с собой, в общем, такой даже был случай, и что еще на территории ЖК этого, что хорошо, есть зона-то барбекю, можно жарить шашлыки, там, даже коптить, по-моему, мясо, вот это вот, и прям около, и прям в зоне, там, значит, это барбекю есть, 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 есть еще такие столики, но вот без навеса, кажись, то есть, столики со скамейками, то есть, деревянные, их штуки 4, можно, можно в 4-м, то есть, компания, ну, и 4, там, 4 столика, и столько же, наверное, на этих, там, мангал, в общем, для нас было, так как мы были в холодное это время, то есть, попали, то есть, май был очень холодный, мы, там, один день даже когда-то жарили, там, шашлык, но мы купили шампуры, мы взяли с собой, мы, так, что мы взяли с собой, мы из Орла взяли с собой, или мы, в принципе, оно ничего, то есть, то есть, это все купили там, то есть, на урожайной улице, он тут недалеко, там, сеть, куча всяких, то есть, магазинчик маленьких, там, можно, что угодно купить, но купили просто шампуры, потому что это было дешевле, чем сетку, и мы жарили мясо на шампурах, и там угли, и все, эту розочку тут купили, так, что я хотел сказать, это место, что, что единственное, что, конечно же, от этого места идти, то есть, до моря, это надо проделать все-таки, все-таки, все-таки путь, так, да, мы шли, получается, да, правильно, я вот так показываю, вот так, вот так, потом сворачивали вот тут на фигурной, по-моему, улице, шли вот так, вот так, вот так, вот так, и сворачивали вот вот эта вот аллейка, и до, вот, бульвара, вот, надежда с фонтаном, и этот пляж называется, значит, бархатный сезон, и там написано, то есть, ну, такой большой там баннер, что это самый южный пляж, значит, России, но не знаю, насколько он, он, прям-таки, самый южный пляж, потому что вот есть тут какой-то пляж, там люди, по-моему, тоже, но этот пляж уже, по-моему, он какой-то такой, немножко захолустный, там уже такой вот, что-то, типа, какой-то, ну, полудикий, и вот речка Псоу, а за речкой Псоу, вот это вот уже Абхазия, и мы жили, получается, недалеко уже вот КПП, значит, Адлер, Абхазию можно было, чтобы, то есть, попасть в Абхазию, была, то есть, проблема при наличии паспорта, все, то есть, не загранника, а, то есть, обычного, то есть, статистка в паспорту, но я тогда очень это не хотел Абхазию, да и сейчас как-то так отношусь очень хорошо, это даже по двум, то есть, причинам, это, во-первых, это как бы я тем самым, то есть, обижаю, то есть, Грузию, а я хотел все-таки именно Грузию, и мы съездили в 22-м году все-таки в Грузию, и там с сотовой связью, там проблема, потому что она очень дорогая сотовая связь, и, конечно, есть еще, еще парочку моментов, это разруха везде, я, то есть, не раз уже смотрел то есть, видео про Абхазию, и то, что с точки зрения, значит, безопасности, тоже читал, ну, то есть, нехорошие какие-то такие штуки, вещи, так что Абхазия нет, вот, мы, когда жили, вот, в веселом, конечно, то есть, приходилось куда-то, чтобы что-то такое, ну, что посетить, в общем, то есть, не тупо, то есть, на пляж, а когда, чтобы куда-то съездить, в какое-то интересное место, конечно же, то есть, приходилось это делать на машине, соответственно, я каждый второй день, значит, заводил то есть машину, наверное, куда-то ездили, и даже мы потом уже на пляж, мы ездили тоже на машине, но единственное, что, конечно же, в этом месте машину было поставить, ну, то есть, нереально, я ставил машину, сейчас я вам покажу, куда, по-моему, вот это вот, на Утрубежной улице, где-то здесь, то есть, я ставил машину, и потом мы шли, вот этот вот, какая-то канавка, мы шли, мы шли, да-да-да-да, вот так вот вдоль забора, да, вот-вот мы отсюда шли вдоль забора, на свой пляж, значит, бархатный сезон, но это расстояние какое-то, все-таки, ну, метров, не знаю, мне казалось, что 500 где-то, не знаю, вот, и, собственно говоря, я считаю, что, а, и вот эта вся зона, вот, Сочи парк написано, Сириус, спортивные же объекты, вот-вот-вот-вот-вот, это что-то олимпийская деревня, короче говоря, вся, ну, короче, все, что, то есть, Новый Дариким Зим-то, в принципе, как бы это сказать-то вам, это, эта местность, она очень обширная, значит, новая, всюду, это голая, значит, там, такие зоны, какие-то, там, на пространство, то есть, голая, это продувается, то есть, ветрами, и не защищено от солнца, ну, понимаете, что, что единственный плюс, что, значит, на пляже, пляже, там чистая вода, то есть, на пляжах, это галечные пляжи, чистейшая вода, но волны, то есть, наверное, то есть, ну, бывает, наверное, чаще, чем где-нибудь в каких-нибудь там бухтах, в общем, это места, как-то я не понял, на самом деле, вот, так-то оно пройтись, да, можно, но мы здесь даже на пешком уже, то есть, не ходили, да, Сочи парк, это очень такая штука, там, вот, дорогая, мы-то посещали просто область, которая там бесплатная, а за деньги мы туда, конечно, не пытались даже ходить, в общем, это, ну, такие большие вот расстояния, как-то вот для меня, вот, неуютно это все, допустим, в той же самой, значит, в Гаспре, в Крыму, блин, то есть, намного, то есть, душевнее, душевнее, но зато свобода, вот тут единственное, что Сириус, он как-то, вот, эти все объекты Сириуса идут немножечко не к самому, то есть, пляжу в этом месте, а к пляжу, тут идут какие-то, то есть, небольшие дома, объекты, в основном, тоже какие-то отели там, есть какой-то уют даже можно встретить, а здесь уже все совершенно какие-то, значит, олимпийская, тут деревня какая-то всюду, в общем, я не знаю, я вот это все, масштаб, конечно, сделали, вот, зачем тут это вот в четырнадцатом году, очень все, очень, то есть, масштабно, я, то есть, такие, ну, казенные, то есть, масштабы, то есть, не люблю, как-то идешь-идешь, кажется, что какой-то объект, значит, там, близко, какой-нибудь, ну, там, очередной пляж, а ты до него не можешь дойти, и поэтому уже впоследствии, то есть, я понял, что надо вообще как-то передвижаться вот на машине, или, ну, мы когда-то даже такси там это вызвали, а уже потом, то есть, на маршрутке мы, то есть, не гнушались, ну, ходят, кстати говоря, вот маршруточки, вот, везде указатель ПСО, наша остановочка, вот, а, да, они пишут ПСО, но означает, что они идут около нас, по улице, вот, урожайно, где мы жили, вот, эти маршрутки, вот тут вот, тут ходят они часто, поэтому было, то есть, не проблема. Так, ну, дальше, что я могу еще вот рассказать про это место, где мы жили, и, вот, кстати говоря, вот, кстати говоря, так как мне ее, может быть, увеличить, все, получится, не получится, это что, нет, это ссылка, ладно, в общем, не важно, в общем, вот, тот дом, где мы жили, окно, по-моему, вот, 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 где-то вот, не могу точно сказать с балконом, у нас был балкон, на самом верхнем этаже, не пойму, наверное, это похоже на вот этот балкон, но, в общем, одненажно, вот тут прям стояла моя машина, не помню, с какой стороны, наверное, даже вот с этой, где я вот это уже был, тут стоял, я стоял тут машину, вот, показать вкратце хотел, а тут, кстати, кактусы, ага, вот такие уже, прям, вот, была какая-то такой, значит, заход, вот, вдоль нашей зоны, огороженной нашего ЖК, вот, сейчас покажу, кстати говоря, охрана, как раз это, эти вот, что панорама, как раз была в 22-м году, снято, вот, охрана КПП, их не будка, это ЖК летняя, значит, резиденция, вон, и галочка стоит, летняя резиденция, и, кстати говоря, вот такой, прям, такой красивый вид, от этого ЖК два дома, вот они с левой стороны, и один дом с левой стороны, так, туда у нас панорама не заводится, такой ЖК, это ЖК, довольно-таки, в принципе, новый он, новый, два лифта, там, это грузовой, вот, и пассажирский, конечно, лифты, как они работают, это вообще просто, так, а с другой стороны, на этот ЖК сейчас тоже включу, там, панорама, есть выход еще из той стороны, так, 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 что где, чего, а вот, да, выход, но, выход, ну, везде, если, когда вы тут уходите, если вы тут уходите мне через охрану, то, а сзади, то нужно иметь там ключик, такой, с магнитным замочком, и, чтобы открыть писька литку, то есть, уже машина не заряжает, а просто вот тут вот такая дверь, то есть, калитка, нужно сюда полностью прислонить, то есть, магнитный замочек, ну, с точки зрения охраны, все хорошо, вот, мусорка там же, когда вы ходите, вот тут же, то есть, на выходе мусорка, это школа, она против была, кстати говоря, такой вот аллейка, прям, вот такой уютный, вот красивый, аллейка, а там даже в больнице, а эта зона какая-то, тут была, прям, она, вроде, никто ничего не строит, но закрыта забором, и там ничего нет, может кто-то когда-то, что-то будет строить, и, вкратце, покажу улицу Порожайна, это где, как раз, находятся, то есть, магазины, вот там магнит есть, кстати говоря, вот тут, кафешка сейчас, господи, как это сделать, ну, это как, да-да-да-да, очень много всяких, магазинов, купить можете, остановка, вот, остановка, блин, ну-ка, ну-ка, брысь отсюда, вот, вот тут прям, установочка, вот эти вот линии, тут, торговые центры, такие, в общем, есть, химикальные, прочее, сейчас покажу, нашу любимую кафешечку, которая, кстати говоря, вот, солнечная, то есть, называется, если это написано, гирос, мы там шашлыки всегда ели, заказывали, так что, и, она дешево, вкусно, кстати говоря, тут всюду, то есть, можно заметить, что, вот, работают, живут, очень часто, вот, абхазы, люди, добрые, так что, никаких, значит, проблем у вас с этим быть не должно, вот, то есть, народ такой добрый и вполне прикольный, а тут, вот, кстати, блин, карта, давай, а тут, вот, постоянно, то есть, на углу, куда, туда, к нам идти, а это, тут, на углу, всегда, сидят, вот, компашка, не играют, какие-то, нарды, кстати, вот, на карте, даже, видно, что, они, опять, сидят, играют, нарды, а это, вот, в кустах, вот, на заброшенной территории, тут, вот, памятник Ильичу, но морду, затушируют, наверное, на этой Яндекс-карте, потому, что, это делается автоматически, чтобы лица людей не показывать, так же, как и, то есть, номера, то есть, когда-то, то есть, номера показывались, но, в общем, это, то, данным-давно и, то есть, лица, вот, с какого-то время стали это все ретушировать, так, и, что я еще хочу сказать, по, по, по этому всему делу, да, конечно, когда вы находитесь в Адлере, не съездить в Сочи, это, то есть, нельзя, и мы, конечно же, по одному разу, в каждую свою, в каждый свой отдых, ездили в Сочи, один раз на машине, один раз на автобусе, как раз мы в 22-м году, ездили, то есть, решили на автобусе, потому что, то есть, на машине, там, по Сочи, то придвигаться, то есть, понятное дело, это не самая лучшая затея, потому что, пробки, на автобусе, это тоже у нас оказалась, штука адская, потому что, в Сочи, мы на автобусе ехали, там, полтора часа, самое ценное, в Сочи, где, вот, вот, речка Сочи, по-моему, называется речка Сочи, мы хотели посетить, как раз, парк этот, как он называется, я не забыл, парк их нет, нет, это, это самое, ривьера, вот, вот, ривьера, в общем, ну, мы там еще заодно, прогулялись, еще по местам, даже сходили, там, это музей истории, кстати говоря, по-моему, этот музей, ну, да, до Кривичского музея, и туда мы ехали, это полтора часа, конечно, вымотались, потому что он заезжал по всем этим, значит, там, потому что подбирал народ, полтора часа, блин, мы замахались, оттуда, но чуть быстрее, даже, то есть, полтора часа, даже час сорок пять, оттуда, оттуда, там, ну, пускай, там, час двадцати, что-то быстрее получилось, потому что уже и вечер, может быть, не знаю, ну, в общем, что еще хотел сказать, заканчивая вот эту всю эту эпопею, то есть, тут она без машины, в Адлере, конечно, нельзя, в плане того, что даже куда-то выезжать, мы ездили куда, мы, конечно, по всему этому, Сириусу, лазили, в этой, до, это речка Мзымта, мы посещали тут, это дендропарк, значит, южной культуры, мы купались, как бы, это, соответственно, то есть, это, понятно все, это гуляли по Олимпийскому, значит, парку, посещали мы Сочи парк, то, что там можно за бесплатно посетить, и, значит, на машине, что, вот тут не доезжая, то есть, ну, таким, когда едете в Сочи, направо, вы можете выехать на новое, краснополянское шоссе, это на знаменитую, то есть, курорт там, Красная Поляна, как бы, но в виде вот этого шоссе, но, то есть, до Красного, то есть, поляна есть некоторые интересные тут, то есть, места, где можно остановиться, мы были, вот, деревня Казачий Брод, это была вот рыбная ферма, рыбная ферма, мы там посещали, там, за денежку, вы там посещаете, зато с небольшой, вам показывают, как там, отразводят, значит, но там, этих вот рыб, я вот не помню, что за рыб, там, карп, что ли, по-моему, там, в общем, были, потом, а, форель, форель, господи, карпы, форель, да, тут же, да, тут же, тут же, Ахштифская пещера, на этом же берегу, на том берегу, через мост, подвесной, мы были, мы шли, замахались, полазили, как эти, как Индиана Джонсы, по горам, к Адзихринскому, значит, водопаду, то есть, на самом деле, он, такой, то есть, ну, небольшой, особенно, когда, то есть, летом, да, весной, когда, там, только с гортом, вода там бежит, он может побольше, а так, в общем, там, это, но до него, то дойти, если вы, то доходите, но до него, вы считаетесь, прям, заведомо, чемпионом, Ахштифская пещера, на другой стороне, тоже там, в горах, влазить, и в том году, мы, в том году, были, как раз, именно, в Ахштифской, то есть, пещере, и скайпарк, скайпарк, это, конечно, ужасно, такое высокое место, над речкой, бзымтой, вот этот, значит, мост, вот, оно показано, как немножечко, там можно, значит, с тарзанки там прыгать, в общем, такое, тут, кстати говоря, по Краснополянскому шоссе, да, можете, конечно, в Краснополянскому шоссе, я еще смотрел, там, где-то, допустим, было, что, была, какая-то церковь, там, произвестка, какой-то монастырь, по-моему, я даже хотел больше, может быть, так, чисто, ну, где монастырь, так просто, это, сам это посмотреть, потому что, в общем, сама, собственно говоря, Краснополянскому шоссе, я не знаю, что там еще интересно, то есть, мы дальше туда, то есть, машины не ездили, мы только до Скайппарка, и то, в том году, мы доехали, в общем, вот все, что я мог сказать, по этому всему поводу, есть заправки, понятное дело, всюду, мы, как бы, это, я старался заправляться, это Роснефть, вроде там проблем, с этой заправкой нету, есть просто-напросто, ее карточка, то есть, там когда-то, то есть, накапливаются за каждый литр, там какие-то, то есть, баллы, в общем, вот, ладно, то есть, на этом все, в следующий раз, я это буду рассказывать, про нашу поездку, в Грузию, и в Турцию, про нашу поездку. Продолжение следует...